Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу в таком небольшом мастер-классе, я вам покажу как можно использовать поиск. Обычно поиск в мобильных приложениях на Android, ну вообще в целом мобильных приложениях используют для поиска большого количества контента. Это список товаров или например список постов, ну какой-то контент, который мы формируем в списке. Самым популярным виджетом для размещения контента в виде списка в Android является RecyclerView. Я буду делать поиск на основе проекта, который мы разрабатываем с учениками на моем курсе Android разработчик за 3 месяца. Вот такой у нас список с фильмами, то есть карточками фильмов. И мы наверху сделаем с вами поиск, который будет фильтровать наши фильмы по названию. Если хотите научиться разрабатывать вот такие штуки, как такие классные списки, то советую записаться ко мне на обучение. Итак, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе. Мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, как я говорил ранее, мы будем использовать проект из курса, код, который я буду добавлять к этому проекту, который непосредственно относится к виджету поиска, вы найдете у себя под видео ссылку на этот весь код. Итак, в первую очередь, что нам нужно сделать, это разместить в XML, мы все будем делать на главном экране, то есть главном activity, main activity, и на главном экране в XML верстке нужно разместить специальный виджет SearchView. Я для того, чтобы все заново не вводить, я буду вставлять вам и рассказывать, то есть сюда вставляю, в самом верху у нас он будет SearchView, тут у нас ID, во всю ширину, по контенту, в самом верху будет прижат, ну можете допустим, установить какой-то текст вспомогательный, да, типа введите название, ну я его удалю, оно мне нужно особо. Так, ну тут все очень понятно. И вот теперь вот этот список для CyclerView нам нужно разместить под этим виджетом, для этого мы говорим, прижимай вверх этого виджета, к нижнему краю вот этого виджета с поиском SearchView. Давайте вот прижмем, все, в XML шаблоне больше ничего не делаем. Теперь нам нужно настроить фильтрацию наших карточек под тот контент, который мы ведем, то есть если мы будем в названии фильмов, то должны выходить, должны выходить все карточки с названиями этих фильмов, которые у нас есть в базе. Как вы видите, здесь у меня все фильмы хранятся в списочном массиве CardMovie, но нам нужно создать еще один списочный массив, такого же типа класса CardMovie, но пустой, в который мы будем вкладывать все фильмы, которые подходят под условия поиска. Для этого я создаю специальную переменную, сейчас я вам вставлю, объясню, она у нас называться будет MatchetCardMovie, и посмотрите, такого же типа, все то же самое. Далее нам нужно вставить ряд методов, я их скопирую и вам расскажу, что тут за что отвечает. Да, мы за пределами метода onCreate, да, все это делаем. И давайте, первый метод, он будет содержать в себе сам процесс ввода нами, какой-то, какого-то текста в специальную область поиска. За это отвечает вот этот прослушиватель. И тут реализуются два метода. Один метод запроса, второй метод реагирования запроса на текст, который мы ведем. То есть, ну и как вы видите, здесь есть атрибут query, который применяя при, как это, текст запроса, он имеет строковый тип, да, и мы вот говорим, что ищите, ищи по запросу query, и в качестве поиска мы хотим использовать некий текст, который передаем сюда в шаблон. В общем, эти два метода, которые мы переопределяем, они шаблонные методы, мы их переопределяем. И вот этот второй метод, который будет искать конкретную информацию по конкретному тексту, он в себя в базовом методе имеет аргумент newText типа string. И сюда мы должны будем передавать все то, что мы ведем в области поиска. Ну и, естественно, вот этот метод search и вот этот метод search мы реализуем вот здесь ниже. То есть, это в шаблонные методы, это те методы мы сами создаем. И тут, как видите, есть, мы передаем некий аргумент строки. И вот он, смотрите, мы создали с вами тот самый новый массив, который будем принимать все данные. Мы его инициализируем. И затем мы записываем в наше текстовое поле наш строковый текст, который мы будем передавать сюда для фильтрации. Мы проходимся по нашему массиву базовому карт муви. Ищем информацию, соответствующую нашему поиску. А именно по полю у карт муви, вот этого массива, есть специальный класс, в котором есть поле на иммуве. И по этому конкретному полю мы производим фильтрацию по именам. И далее все, что отобрали, мы добавляем в наш новенький массив, в котором должны будут только содержаться отфильтрованные фильмы. И после этого мы должны обновить наш список. Метод обновления списка мы создали чуть ниже. Тут уже все, что нужно, все, что для работы с RecyclerView. Если вы не знаете, как работать с RecyclerView, то, конечно же, в этом видео я вам не буду рассказывать об этом. Я на курсе обучаю этому, поэтому записывайтесь на курс, кому интересно. Ну и в общем мы проходимся здесь. Мы отфильтровываем все фильмы по полю названия фильма. Ну вот класс, есть карт муви. Это класс, конструктор, по которому мы собирали эти карточки. Вот тут есть как раз таки поле на иммуве. И в общем мы проходимся по всему массиву. Отбираем по полю на иммуве нужные нам названия фильмов. И добавляем все, что отобрали. Специальный новый списочный массив. И обновляем данные. Если у нас ничего не найдено в нашем списочном, новом списочном массиве, то мы выводим сообщение о том, что ничего не найдено. И также обновляем наш RecyclerView. Для того, чтобы вот эти методы сработали, как вы видите, мы метод update, обновление, вызываем вот здесь в методе search. Метод search мы используем при обработке ввода информации, каких-то действий, при табе по полю поиска. И для того, чтобы этот таб по полю поиска срабатывал, нам нужно в методе onCreate, в том методе, которым мы наполняем наш экран версткой, вызвать собственно этот метод, который отвечает за то, что мы табаем по полю поиска. И все, что нужно сделать, это вызвать этот метод. Все, это все теперь уже реализовано. И вот так вот реализуется виджет поиска, потому что в отличие, допустим, от сайтов, мы можем просто делать на сайте поиск, мы будем искать любую информацию. В мобильном приложении это не совсем логично, нужно искать по конкретному контенту. В данном случае мы ищем по RecyclerView. В таком RecyclerView вы можете сделать котлог с товарами. И с помощью вот этого поиска вы можете отбирать нужные вам товары. Либо у вас список постов. Можете отбирать список постов. Или у вас некое подобие YouTube, видео расположенное в вашем мобильном приложении. И вы можете отбирать видео по названию, допустим. Также можно, здесь было в запросе, искать не только по названию, но специальный оператор. И искать по двум полям. Или додать два условия с помощью оператора. И тут динамично все происходит. Опять же, если хотите научиться классно разрабатывать Android приложение, то записывайтесь на курс там, и вы научитесь делать RecyclerView. А на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. Ссылка на код, который я добавлял, будет в описании под видео. Сможет, чтобы вы с вами его не вводили, сможете скопировать. С вами был проект Mabu, проект по разработке мобильных приложений. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.